Слушайте, стою как кот около этой рыбы. Боязно мне, да? Что-то мне хочется, чтобы это получилось. Покажу вам одну штуку. Любят почти все. Как деньги. Теперь мы знаем про тишую все. Так, ну что, сегодня поужинаем, чем Бог послал? Бог послал сегодня нам 4 с гаком килограмма неплохого, как и эти окуня, да? И давайте сегодня мы его пожарим тремя способами. Два из которых я проходил точно. Многие из вас, наверное, тоже проходили. Один я не проходил и думаю, что некоторые даже об этом не слышали. Подписчик надоумил. Напомнил, по крайней мере. Соответственно, нам надо почистить рыбу тремя способами. Жарим тремя способами и чистим тремя способами. Поехали. Первый способ. Для ленивых, если дома, если быстро, то смотрите. Видели, да? Ножницами взялся там в основании хвоста и отрезаю. Как бы вот по срезу можно подумать, что здесь срезан кусок мяса, да? А вот по вот этой части видим, что не срезано ничего. Сейчас я возьму коробочку. Вот сюда мы будем скидывать очистки. Теперь смотрите. Первое движение, да? От хвоста до головы. Теперь под шкуру я залез ножницами и вывел около грудного плотника. Прорезаем. Теперь опять под шкуру. Шкура плотная, да? То есть ничего там лишнего не порежете. И финальный разрез. Замыкаем. Замыкаем круг. И теперь у нас появились такие вот уголки удобные. И за этот уголок, вот так раз, вот так два. И скидываем шкурку до самого хвоста. Вот этот плавничок нам не к чему. Он легко удаляется. Кишки за борт. И голову просто отломаем. Получается вот такая вот тушка. Вот такая тушка. Все. Солите. Перчите мука там кто как. И готовы к употреблению. Раз. Так, давайте второй вариант. Отрезаем все плавники. Они нам сейчас будут мешать. Все. Это значит все. Грудные. Брюшные. Грудные. Так. Главники срезали, да? Теперь. Ну вот это самый знакомый для всех, наверное, способ чистки. Берем какой-то удобный нож. Удобный небольшой нож. И поехали. Такая рутина. Летит во все стороны. Дома не советую. Можно керхером. Ну, опять же, это не на кухне, да? То есть на кухне это надо огораживаться. Накрывать все. Ужив. Ладно. Чистим. Ну, вот эти места особенно благодарные. Просто, просто не добраться, да? И это окунь только что пойманный. Он только что прыгал еще и не подсохший. Если у вас подсохший окунь, то я сразу говорю, вот этот вариант. И больше не обсуждается. Ну, или повторимся керхер, да? И вот теперь скрываем и потрошим. Вот теперь можно потрошить. Потому что иначе вам будет неудобно. Понимаете, да? Если пузо будет скрыто, неудобно будет чистить пузо. Жабры долой. Вслед за жабрами тянется все остальное. Все долой. Вот здесь пленочки. Это такой плавательный пузырь. У белой рыбы он отдельно. У окуня, у судака, у щуки он прилип к позвоночнику. Второй вариант. Готово. Вот этот вариант, пожалуй, самый вкусный. Ну, если сравнивать эти два варианта. Мне нравится вот этот со шкуркой и с головой. Ну, они еще и красивые. И третий вариант. Срезаем все плавники. Это крупная рыба довольно, да? Это 300 грамм. То есть, ну, давайте не будем кокетничать. По нашим меркам, по европейским. Да, я думаю, что и в средней полосе у нас 300 грамм окунь. Это хорошая рыба. Срезали все плавники. Потрошим. Похожим способом мы готовим рыбу к копчению, да? То есть, вот кто смотрел ролик про копчение, то вот это и есть подготовленная для копчения рыба. Потом я ее солил. Потом я вкладываю внутрь немножко чеснока. И получается, получается вот это в коптилку. А в данном случае мы будем его жарить. Вот интрига. Вот это будет способ новый даже для меня. Хотя, мне кажется, что я рыбу-то поел. Разные. Я вырос каждое лето. Приводил у бабушки в деревне. Это Ленинградская область. Деревня Лаги. Такая, может кто знает. И там, да, все на рыбе жили. На удочку никто не ловил, правда. Просто воду потом легче мыть. Все. Я финиширую эту рыбу разными способами. И потом вернемся уже на кухню. В итоге понятно, что я у всей остальной рыбы шкуры поснимаю сейчас быстро. И домой. Не, не хочу чешую чистить. Ну, все. Я что-то, видно, очистился. Передоз у меня этого. Да, кстати, так. В рамках лайфхака. Вот такое сито, да. Я понимаю, что большинство будет в квартире это делать. Если будет делать. Но раз уж мы на природе, вот такое сито, я выкидываю рыбу, чтобы она стекла. Чем больше стечет, чем она будет суше, тем будет меньше брызг у нас на кухне. Да и вкуснее она от этого будет. Так что, если можете как-то ее обезводить, старайтесь как умеете. Я вот так. Так, ну что, мы на кухне. Пол дела с головой. Рыба, мука, сковородка. Большая, тяжелая сковородка, да. Ровнее распределяет жар. Удобнее жарить. Разогреваем сковородку. Можем сразу дать масло. Масло без запаха. Запахи посторонние нам здесь ни к чему. И пожарим просто рыбу, которая у нас почищена по-людски, назовем это так, да. То есть без чешуи в начале мука. Я две почистил. Две. Два окуня. Два окуня почистил по-людски. И тут же пожарим эти филюшки наши. Потому что филюшки требуют и по поводу жарки меньше времени, и по поводу чистки меньше времени. Короче, они такие удобные, ребята, да. И сейчас, слушайте, ну тратить на это время, на то, как жарить рыбу, ну не знаю, ну чуть-чуть на одной стороне, чуть-чуть на другой стороне до появления корочки. Потом под крышкой немножко. Ну и все, выкладывайте. Там не бином Ньютона, точно говорю. А вот к этой рыбе с чешуей мы вернемся отдельно. Так что давайте-ка прерываемся. Прерываемся на паузу. Я выкладываю окуньков. И включаю вытяжку. А то с меня вот так вот сделают, шкуру снимут по возвращении, если учуят, что мы тут с вами киностудию устроили, да. Этик рядышком потихоньку, потихоньку пускай жарится. Огонь, да, какой огонь, какая интенсивность огня. В данном случае не огонь, инверторная, или как она, инвекторная называется, не могу запомнить. Так, чтобы мука не горела, вот чтобы дым не шел, а она жарилась. Ну вот такой огонь. То есть чуть-чуть выше среднего. Я ставлю из 10 баллов я ставлю на пока семерку, а потом уйду на шестерку. Все, до скорого. Так, вытяжку ненадолго вытяжил, чтобы слышно было. Вот эти селюшки, они, конечно, готовятся быстрее, чем такая чищенная рыба. Поэтому их переворачиваем чуть-чуть быстрее. Ну хотя, в принципе, знаете, мука, она и есть мука. Нет, пора. Можно переворачивать. Короче, наверное, минуски 4 все это у нас происходило на одной стороне, но может 5. Кто-то, наверное, подумал, а забыл посолить. Не, не забыл. Я посолил предварительно. Я не солю муку с солью, знаете, как делаю. Мне так непонятно. Я солил внутрь. Стараюсь внутрь, ну, насыщенную рыбу немножко дал снаружи. Эти, понятно, все равно, как их не солить, все равно процедуется. Снял первые филешки, закинул вторую партию, да, пока это жарится. И обваливаю в муке, и сам смеюсь. Я такой с претензией немножко на правильное питание, и все равно в муку. Хотя, в принципе, что мы добиваемся? Повышаем канцерогены там, ничего хорошего в этом нет, кроме бляха вкусовых качеств. Вот как не поверните, я лучше ее съем меньше, но в муке. Без муки нормально, можно, жена жарит без муки. Ну, мне как-то, я, наверное, уже так и на тот берег выжил, с мукой. Как вариант, можно накрыть крышкой на пару минут. Ничего плохого уж точно в этом нет, она запарится, она равномернее, опять же, обработается. Так, ну что, филюшки наши готовы. Тоже не буду накрывать крышкой, тоже на умеренном огне они у нас готовились. И если кто-то сомневается, знаете, там, не испортить бы рыбу, ну, такой метод жарки, такой метод чистки, не сомневайтесь, ничего вы не испортите. Более того, я вам в виде бонус-трека покажу, что с ней сделать потом. Не все любят холодную рыбу, жареную, да, но покажу вам одну штуку, любят почти все, как деньги. Очень-очень вкусный такой, вкусный способ приготовления. Так, я мою сковородку, помою сковородку для чистоты эксперимента. Братья и сестры, сковородка чистая и смотрите, что происходит. Я кинул на сковородку кусок сливочного масла на этот раз. Третий способ жарки окуня. Таинство. Для меня, в частности, дебют, да, первый раз делаю. Растапливаю сливочное масло, поэтому сковородку особо не калим, даже вот так на шестерочку. И, слушайте, в оригинальном рецепте, вот как писали, да, было чистое сливочное масло. Я чуть-чуть добавлю растительного. А чего добавлю, я на опыте знаю, не так горит. Не так горит эта сливочная. В принципе, если его не сжечь, оно и так не горит. Блин, а у меня было топленое. Что-то сейчас вспомнил, ну ладно, бог нет. И смотрите, что происходит. Довольно много этого сливочного масла. И берем просто потрошенную, потрошеного окуня с чешуей, подсоленной. И на небольшом огне будем жарить до тех пор, пока чешуя его не разойдется. Скорее всего, я думаю, что это произойдет. Я в это верю, потому что, ну, у леня, допустим, мелкая чешуя, и ее вообще быстро раз-раз на одной стороне, на другой чешуи никакой не чувствуется. А вот с окунем я так еще не поступал. Все, давайте даже на пятерочку и на малом огне жарим без муки, потому что, ну, это отсебятина без муки, да. В данном случае, мне кажется, мука ни к чему. Жарим до готовности. Посмотрим, когда разойдется чешуя, тогда и готово. Все, ждем. Поехали. Включаю вытяжку. Так, ну что, наступает момент истины. Переворачиваем. Приближается, вернее, момент истины, да. Ну, эта сторона, ну, такая вполне поджаревтая, симпатичная рыбка. О, да, да. Хорошо. Жарилось, наверное, минут, ну, давайте так, 12. Слушайте, стою как кот около этой рыбы. Что-то боязно мне, да. Что-то боязно. Мне хочется, чтобы это получилось. Давайте так. От себя, конечно, грожу. Но 5 минут она пожарилась под открытой крышкой на второй стороне. И теперь давайте-ка закроем и минут на 10. Наша задача, чтобы шелуха, эта чешуя разошлась, да. И без хорошей термообработки может не получиться. По крайней мере, на спинке, где-то на каких-то частях. А вот так, пожалуй, что оно и хорошо. Ждем еще минут 10 точно. Потом под крышкой она у нас еще остывать будет. Мы ее не сразу съедим, я не голодный. Как ни странно. Редкий случай. Ждем еще, ждем, наверное, еще 10 минут. Полчаса в итоге. Ну что, братья и сестры, заканчиваем мы эту эпопею с термообработкой этой рыбы. Около более 30 минут только на включенной комфорке, да. Ну, это первое неудобство, если честно. Довольно долго готовил. Но искренне хочу, чтобы оно получилось. Поэтому так не жалел времени. С виду все нормально. Давайте, пускай ее немножко отпустит. Чуть-чуть подостынет. И пойдем пробовать. Пойдем пробовать. Расскажу, как есть. Я непредвзято смотрю на это. Просто никогда так не делал. Так, все, камера на груди. Так, чтобы ничто не скрылось от глаз ваших, да. Ваших в данном случае, от моих вроде не скроется. Прошло минут 10, пока я прибирался тут по кухне. И так, а давайте-ка, знаете чего? Начнем с чешуи. Очень меня она беспокоит. Так, ну-ка. Вот это получается шкурка с чешуей. Так, давайте первое. Надо очень постараться себя убедить, что чешуя разошлась за 40 минут на медленном огне. Окуня чешуя не разошлась. Да нет, но такое есть я пока не готов. Это в плане чешуи. А теперь меня интересует вторая часть балета. Сливочное масло. Никогда не жарил рыбу на сливочном масле. И вот здесь может быть кое-что любопытное. Давайте-ка шкурку мы эту, благо она отделяется очень даже неплохо. Шкурку мы эту удалим. И берем мясо. Ну, нарядное такое, да. Окунь есть окунь. Белое мясо. Слушайте, ну, жареный окунь. Сливочное оно. Короче, я вот пробую и думаю. Думать буду вслух. У меня это часто бывает. Может, возрастное уже, но послушайте. Может, какая-то доля, доля правды в этом и будет. Значит, рыба как рыба, по сути дела. Но, вот я попробовал эту чешуйку, шкурку эту, да, и она была реально вкусная. Только ее не прожевать. Она твердая. Да нет, ну, зачем это надо? Но она дико вкусная. Короче, моя ставка. Смотрите, что надо сделать для оптимизации этого рецепта. Он сам по себе не дурен. Сливочное масло и на малом огне это хорошо. Так вот, нужно чистить рыбу от чешуи и жарить ее долго на сливочном масле. Вот это будет, наверное, кое-что новое. А вот это, да нет, много времени заняло. И внутри рыба как рыба. Внутри сливочное масло. Ну, я особо не чувствую. Что сливочное, что растительное. Так что чистим от чешуи. И тогда на сливочном, как вариант, альтернатива растительному. Может быть, да. А так, ну, просто еще один рецепт в копилку. Пускай будет. Теперь мы знаем про чешую все. Все, а теперь бонус трек. Так, а мы пока у нас жарится рыба чешуей, воспользуемся чудом монтажа. Это в конец ролика. Бонус. Смотрите, гипотетически представим себе, что мы не доели эту рыбу. Мы ее, правда, и не начинали есть. Ну, допустим. И осталась у нас жаримая холодная рыба. Но она, в самом деле, уже остывшая. Уже вкусно. И не всем она нравится холодная. Слушайте, кому-то нравится, мне нормально заходит. Кому-то нет. Брат у меня любил наоборот холодную. Горячую не ел. Смотрите. Чудо. Чудесное. На все случаи жизни. С любой рыбой. Особенно салака. Особенно корюшкой. Берем пол-литра воды. Пол-литра воды. Любой. Ну, кипяченой там или бутилированной, неважно. Теперь смотрите. Важно. На пол-литра. Я специально высчитывал. Это вообще не в моем стиле. Я на глаз все делаю. Полная столовая ложка сахара. Половина. Это нормальная половина столовой ложки соли. На пол-литра воды. И теперь. Так. Возьмем вот эту ложку. И теперь смотрите. 9% уксус. 9% уксус. Я вообще пользуюсь уксусной эссенцией. Мне так удобнее. Но. Этот доступнее. 9%. И 9% мы кидаем 9 ложек. Раз, два, три, четыре уже считайте. 5, 6, 7, 8, 9. 9 ложек 9% уксуса. И теперь вымешиваем до тех пор, пока у нас не пропадет осадок в виде соли и сахара. У многих терпения не хватает. И получается там то ли не соленое, то ли не сладкое. Нет, нет. Вымешиваем, не ленимся. Это не так долго. Смотрите. Пока размешивал, попробовал и влил еще одну ложку 9% уксуса. 10 ложек. Вот все просто. Ложка столовая сахара. Пол ложки столовой соли. И 10 столовых ложек 9% уксуса. Теперь, что еще? Горчица. Не случайно это ружье висит у нас на стене. Горчица, простая горчица. Никакая. Ни дижонская, ни французская. Никакая. А простая горчица. И много ее, кстати, нам не надо. Вот так пол ложки, грубо говоря. Можем развести ее... Почему развожу в маленькой... Да что я тут церемонюсь. Почему развожу в маленькой емкости? Потому что в большой емкости горчица разводится так не очень. Не будете гонять там эти сгустки по миске, по этой, да? А так вот она у нас нормально развелась. Ничего не осталось, ничего не осталось. И вводим туда же. Размешиваем. Это так, для аромата. Просто таков был оригинальный рецепт у нас в деревне. Так делали всю рыбу. Теперь берем луковицу. Ну, приличная луковица. В принципе, не лимитирована, да? Лук сам по себе маринованный будет вкусный. То есть, хотите больше, но меньше не надо. Меньше не стоит. Режем произвольно. Кто-то режет полукольцами, я режу как-то... Почему-то называют по-китайски. Без разницы. Лишь бы было на вилку взять можно было. Вот так. Теперь берем подходящую емкость для этого дела. Не знаю, что посмотрим, насколько она подходящая. По идее, нормальная. Так, давайте-ка немножко подстилку из лука. И на него складываем нашу рыбу. Этих в шелухе не беру. Беру филюшки, потому что беспроигрышный вариант. Они и так съедятся. А в таком виде съедятся в три раза быстрее. Проложили. Ну, давайте еще подкинем так. Итак, вот гипотетически мы не съели вот столько рыбы, да? Ну, вот так. Теперь сверху это все закидываем луком. Можно поперчить. Можно добавить там... Ну, кто во что, да? Я не считаю... Это холодный маринад, поэтому особо там перчите лавровый лист. Ничего толком не даст. Горячим маринадом такие вещи выбирают вкус специй, а холодный нет, не возьмет. И заливаем, заливаем все с горкой. Вот так вот. И теперь получившееся вот это блюдо... Слушайте, ну давайте. Я сейчас объясню, в чем дело. Красивее будет. Не более того. И лавровый лист. Ну, маринад, знаете, ну привыкли все. Маринад это вот еще какую-нибудь гвоздику там кинуть. Нет, гвоздик вообще здесь ни к чему. Ну, вот совсем другое дело, да? Маринад. Теперь вот это вот блюдо мы закрываем и на ночь относим в холодильник. И на утро вы получите... Хотел сказать, может быть, это будет самое вкусное, из того, что мы сегодня приготовили? Ну, нет. Во-первых, я еще не знаю, чем закончится этот окунь. Вы уже знаете, да? С этим мне все понятно. Это вкусно по-своему. Вот сейчас оно теплое, остыло. Мне вот эта стадия рыбы меня привлекает больше всего. Вот я в этой рыбе уверен. То есть это все в порядке. Это у нас уже остывает в сковородке. Сейчас я попробую. А вот это будет само по себе просто очень вкусно. То есть, знаете, я говорю, что хохма, но практически не видел людей, кому это не понравилось. Итак, мужчины и женщины тоже, знаю, есть, есть. Приятного аппетита. И встретимся в следующий раз за приготовлением какого-нибудь вкусного блюда. Не обязательно рыбного. Может, что-нибудь другое приготовим. Но с акцентом такого на рыболовно-охотничье. Все. Приятного аппетита. Я пошел перекушу все-таки. Пока-пока. � Esprotika. Я в этой прямой станке. В этой прямой станке. Я беру все-таки.